Добрый день! С вами Ситков Александр, руководитель военно-исторического клуба «Каролинг». Сегодня мы с вами поговорим о такой замечательной игре, как «Алькерк». Игра известна очень давно. Впервые в нее стали играть на Востоке, наверное, в 5-7 веке нашей эры. Затем игра распространилась в Европу, и после реконкиста Испании в нее стали играть рыцари, светские люди. И веку к XIII-XIV эта игра уже упоминается в романе об Александре, и в нее либо играют, либо должны играть куртуазные образованные рыцари той эпохи. На Руси в нее тоже играли. У нас есть находка, датированная XVI веком в Пскове. Там нашли обломок лавки, на которой выцарапано поле для игры в Алькерк. Оно очень простое. Это квадрат, поделенный на раз, два, три, четыре, четыре квадрата, и разделенный диагоналями. Играть в нее очень просто. Вообще, Алькерк – это с арабского крепости. Еще есть другое название – Киркат. Как она называлась на Руси, мы не знаем. Но мы знаем благодаря сохранившемуся с XIII века труду Альфонса X Мудрого, королю Кастилья Леона, о том, как играть в эту игру. Здесь все пересечения линий заполнены фишками, черными и белыми. Ну, у меня тут больше большими и маленькими. И свободного места почти нет. Игра называется «Крепость». Очень похоже, что в крепость ворвались нападающие, места очень-очень мало, и ничего не остается, как друг друга рубить. Нет никаких маневров, нет никаких главных фишек. Они просто ходят и рубят. По жребию... Пойдите, пожалуйста. Кидай, кидай. Один, два. Я ажу первый. Место у нас свободное. Варианта у меня в данном случае три. Я иду, допустим, сюда. Противник меня сразу же рубит. Пожалуйста. А как можно? Как угодно. Как в шашках. Через голову перепрыгиваю. Нет. Нет. Вот так. Оп. Срубила. Соответственно, я сразу же освободившееся за ней место занимаю и рублю тебя. Здесь, если трусливая фишка могла срубить, но не срубила, или просто мы не заметили в момент, то фишку снимают с поля. Как в шашках это происходит, снимают за фук. Ну, это ты сейчас мой код? Да, давай. То есть, смотри, вот я хожу, короче, вот это, да? Угу. Так, я хожу сюда. То есть, я не могу так перепрыгивать или могу? Нет. То есть, я могу только вот так пойти, типа? Да. Вот. Вот. Но если у тебя будет, смотри, если у тебя будет вот такой момент, да? Вот такой момент. То ты можешь запросто... Ой, вот такой. Вот такой. Типа вот это. А ну, типа, как это? Ну, сайфуешься, типа, да? Двойное взятие. Фактически, это прямой предок шашек. Они точно так же ходят, они точно так же перепрыгивают друг через друга, друг друга едят. Выигрывает тот, кто первый съест все фишки противника. Один из вариантов игры нужно пять фишек провести в тыл к противнику. Чаще всего получается, что мы заканчиваем тогда, когда заканчиваются фишки у одного из игроков. Фишки не ходят назад. То есть, им надо дойти до конца. Потом уже можно развернуться и рубить кого-нибудь обратно. Дамок нет. Вот и все. Игра очень простая. Очень легко играть с детьми. Снова можно ее нарисовать где угодно, на чем угодно, хоть на асфальте. И проводить замечательный досуг со старинными играми. Играйте в старинные игры, приходите в музей, любите историю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин